Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На часах 11.06. Добрый день. Сегодня понедельник, 5 июня. Это мужской понедельник на 101.0. Ведут программу по традиции Николай Голиков и Владимир Сметянин. Пару слов о том, что сегодня за день отмечается. Ну, во-первых, сегодня Всемирный день окружающей среды. Во всем мире проходят мероприятия, посвященные природе. Окружающей нашей обстановки. И, собственно, день эколога сегодня. Такой уже наш российский, как говорят, день эколога. Так что поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к данному дню. И мы, безусловно, сегодня затронем тоже тему охраны окружающей среды. Во втором части будем приветствовать в нашей студии одного из самых известных экологов нашего города. Анастасия Скурихина. Это «Зеленое движение России ЭКО». Представитель в нашем городе. Первая тема у нас совершенно иная. Мы будем говорить про образование. Очень актуально, мне кажется. Завершается очередной учебный год. С сегодняшнего дня уже многие на каникулах, да, ведь? Ну, на каникулах, конечно. На каникулах, школьники. Те, кто не сдают никакие экзамены, они, конечно, на каникулах. Ну, а, как известно, у учебных заведений, у высших учебных заведений, в том числе, начинается горячая пора. Это время очередной приемной кампании, и мы сегодня будем говорить о том, как она будет проходить в крупнейшем вузе нашего региона. В опорном. В опорном вузе нашего региона с Романом Медовым. Это ответственный секретарь приемной комиссии Вятского госуниверситета. Роман Владимирович, добрый день. Добрый день. Доброе утро. Действительно горячая пора, да? Сейчас у вас начинается вот как раз. Конечно. Сейчас идет самая активная стадия подготовки. Подготовки. Когда уже непосредственно начнутся вступительные экзамены? 20 июня начинается прием документов. А вступительные испытания... Год за годом это не меняется. Да, вступительные испытания, правильно заметили. Сейчас же в школах ЕГЭ. Сегодня пишут общество знаний. Сегодня, пожалуйста. В данный момент сейчас тысячи детей пишут общество знаний по всей стране. Мы знаем, что у нас сейчас, в регионе, общество знаний это тот предмет, который чаще всего... Ну, один из тех предметов, который чаще всего... Да, процентов 60. ...чаще всего выбирают. Да, понятно. Ну, давайте по порядку пройдемся. Кого будете принимать в этом году? Цифры, особенности этой приемной кампании? Я бы хотел сразу разделить на две вещи. Это прием вот очная форма и прием заочная форма. Дело в том, что на очную форму мы говорим вот о школьниках, о наших детях, собственно говоря. А заочная форма это тоже большой прием. Это тоже отдельная, можно сказать, кампания. Но это мы говорим уже о людях взрослых, как правило, которые тоже хотят поступить. И поэтому я бы и про это, и про это немного хотел рассказать. Но сейчас начнем с очной формы. Давайте, мы уже, собственно, начали, да, потому что как раз вот ЕГЭ идут. Да, с горячей самой такой вот информацией, да. Конечно, мы прежде всего заинтересованы в приеме на бюджетные места. У нас более полутора тысяч бюджетных мест для школьников. Плюс есть еще более 500 мест для тех, кто будет поступать в магистратуру. Это наши выпускники, это, собственно говоря, любой человек, который имеет высшее образование. Вот вы тоже можете поступить к нам в магистратуру. Мы подумаем. И на очную форму, и на вечернюю форму, и на заочную форму. Естественно, что это тоже разные вещи и разные условия приема, разные вступительные испытания. Если мы говорим про прием школьников по ЕГЭ, то он начинается с 20 июня и заканчивается 26 июля. То есть в течение месяца принимают? Да, больше месяца принимаем. Но в этом году довольно-таки поздние сроки подведения результатов ЕГЭ. Например, русский язык объявлено на сайте ЦОКа, Центра оценки качества образования Кировской области, что только 27 июня будут подведены результаты. А раньше? А раньше? С чем это связано? Вы не в курсе вообще? Ну, немножко позднее проходит сам экзамен. И отсюда сдвинулись сроки. То есть это не говорит о том, что они как-то особым образом будут проверять скрупулезно все? Просто из-за того, что позже экзамен, да? Да, просто из-за того, что позже экзамен. И отсюда, ведь без положительной оценки по русскому языку нельзя получить аттестат. Поэтому и сдвигаются сроки вручения аттестатов. А без аттестата и без ЕГЭ нельзя поступить в ВУЗ. Ну, то есть, естественно, немножко сдвигается сроки. Одно праждое и другое, да. Получается, что в этом году, хоть и начало официального приема 20 июня, но реально... Все после 27-го? Да, после 28-го, 29-го, в конце июня только реальный прием начнется тех выпускников, которые закончили в этом году. Выпускников этого года, да. А те ребята, которые закончили, скажем, в прошлом году и почему-то не поступили, да, они могут подавать уже с 20 июня. У них уже все есть. ЕГЭ там, аттестат и все прочее. То есть вот здесь надо... Кто-то из армии уже успел вернуться. Надо, наверное, знаете, вот здесь успокоить надо родителей. То есть они будут нервничать многие, ну вот, что уже прием начался, уже идет целую неделю. А ты еще аттестат из школы не принес. И вот здесь важно всем понимать, что вот дата подачи документов, она никак не влияет на конкурсную ситуацию. То есть там такой вот очереди нет по мере поступления, да? Нет. Ну как это часто у нас бывает. Чем раньше, тем больше шансов, что попадешь. На самом деле человек, который подал в последний день, в последний час, в последнюю минуту, но у него на один балл больше, он будет иметь преимущество перед тем, который подал самым первым. То есть это нужно понимать, что никакого вот этого гонки вот этих нет. Ну у нас же люди привыкли к тому, что надо везде все заранее занимать очередь везде заранее. В детский сад, в школу записываются точно так же. Там ведь тоже говорят, вроде нет разницы, когда, да? А потом смотришь, ага, кто-то позже, тот опоздал. А самые хитрые знаете, что делают? Они ждут. Они ждут и смотрят, кто подал куда. Отслеживают и подают самыми последними там, где больше шансов. Ну это такой секрет маленький. Хорошо. Ладно, возвращаемся все-таки к абитуриентам. Да, очникам. Сроки обозначили. С 20 июня по 26 июля. Вот еще много вопросов задают у нас про математику. Как известно, математика сдается в двух видах. Базовая и профильная. Базовая идет только для получения аттестата. С ней нельзя поступать в ВУЗы. Очень, ну я думаю, что нас многие родители даже слушают сейчас. Потому что школьники больше не спрашивают. Я думаю, что нас пригласили, как раз родители не слушают. Родители, да. И очень много вот именно родителей задают вопросов. А вот действительно, чтобы поступить в ВУЗ, необходима профильная математика для тех специальностей, где вообще нужна математика. Ну мы знаем, что для гуманитарных она не нужна вообще. Там для юриспруденции она тоже не нужна. И там не нужна ни базовая, ни профильная. Там нужны и другие экзамены. Но это очень важно, что там, где обозначена математика как вступительное испытание, она должна быть профильная. Вот это очень важный момент. Это, мне кажется, надо еще было где-то в мае рассказывать, когда они выбирали, собственно, все это. Это мы рассказывали в октябре прошлого года. Заранее, то есть, да? Да, да. Но тем не менее, все равно кто-то один, два, вот, ну вот, не расслышали, не допоняли. В школе им не так объяснили. Где-то еще. Но вот может быть кто-то даже и тогда понял, тут забыл. Но тем не менее. И что с этими? Ну хоть и единицы эти, но все-таки как они потом выходят из ситуации? Они не смогут поступить на те специальности, где математика есть. То есть, им надо будет пересдавать? Да, но только на следующий год. Понятно. И как бы нужно понимать, что в этом случае у них как бы сужается круг специальностей. То есть, они, скажем, могли выбрать историю, общество знаний, русский, иностранный язык. И поступать на те специальности, где вот такой набор. А там, где математика, то получается только профильная. Вот это очень важный момент. И тут нужно очень четко выбирать. Вот мы эту основную агитацию ведем, конечно же, зимой до 1 февраля, когда все записываются на ЕГЭ. Но сейчас я просто предупреждаю всех. На всякий случай. На всякий случай. Так, давайте дальше пойдем. Дальше еще очень важный такой момент. Действительно, очень многих интересует, что какие документы нужно нести. Некоторые целые пачки документов. Ну, здесь я хотел бы успокоить, что минимальный набор документов — это всего лишь два документа. Это паспорт и аттестат. Ну, или диплом. Ну, кто-то закончил колледж, скажем. Ну, тот, кто получает высшее образование. И отсюда, соответственно, не надо нести много документов. То есть, вот минимальный — это вот достаточно. Паспорт и аттестат. Но кроме ЕГЭ есть еще индивидуальное достижение. Индивидуальное достижение — это то, за что можно получить еще дополнительные баллы. Их немного. Можно получить только максимум 10 баллов плюс. Но иногда эти вот 10 баллов отделяют от поступления, поступил или нет. И поэтому очень важно об этом помнить. И очень важно знать, какие индивидуальные достижения. Значит, в этом году мы принимаем следующее индивидуальное достижение. Это различные победы, участие, призовые места в различных олимпиадах. Список олимпиад у нас прямо на сайте опубликован. Но там какого-то уровня олимпиады все-таки. Это олимпиады либо регионального уровня. Например, если у нас Всероссийская олимпиада школьников, у нее есть заключительный этап. Это те самые-самые сливки общества. А есть региональные? Есть региональные, а есть муниципальные. Например, муниципалитет — это город Киров. Есть олимпиада уровня города Кирова. Есть олимпиада уровня области. И за каждый уровень свое количество баллов. Также мы принимаем максимально 10 баллов за аттестат с отличием. У кого одни пятерки в аттестате. Это сразу 10 баллов сверху. Также участие в волонтерской деятельности. 5 баллов добавляем. За золотой ночёк ГТО тоже добавляем. Это уже система действует? Да, эта система действует уже 2 года. И мы практически ее не меняли с прошлого года. Она такая и осталась. Вообще, я бы хотел сказать, что изменений за последний год практически никаких. Как в прошлом году был прием, так и в этом. Изменились, конечно, количество мест. Это такая информация, которая, может быть, и не касается абитуриентов. А сколько ухватит традиционно этих олимпиадников? Всех ребят, которые имеют какие-то достижения? Вот тех олимпиадников, которые победили во всероссийской, то есть в заключительном этапе всероссийской олимпиады, это единицы. Это вот в прошлом году у нас их было четверо, допустим, да, ребят. Ну, не секрет, что большинство из них... Они поступили к нам. К нам. Просто обычно же столицы привлекают. Обычно, да, их привлекает столицы. К сожалению, вот нам вот эта категория не так, не в таком большом количестве, как в столицах. Но если говорить про результаты какого-то регионального уровня, муниципального уровня, то это сотни, сотни. То есть это у очень большого количества зачисленных есть вот эти достижения, вот эти вот баллы. И, соответственно, есть дополнительные баллы, да? Да, 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 конечно. Вот. Ну и что еще хотел бы сказать? Вот у нас уже, наверное, второй или третий год действует личный кабинет абитуриента. Это означает, что можно подать заявление из дома. Ну, то есть за чашкой чаю, с родителями, вместе, вечерком сели, не выходя из дома, заполнили заявление, распечатали его, проверили его, отсканировали документы и все. То есть все в личном кабинете, свой логин, пароль. То есть, соответственно, в любой момент можете посмотреть, все проверить, все, как говорится, в ваших руках. То есть отправить можно сканы документов? Да, конечно. И физически в ВУЗ можно не являться? Да, в начальной стадии для подачи документов вот достаточно только в личном кабинете все отсканированной версии документов выложить. Вот, заявление, естественно, нужно распечатать, подписать, отсканировать и выложить, выложить тоже в личном кабинете. Вот, это очень удобно. Ну, допустим, если вы живете где-нибудь в области, ну, некогда, скажем, вот и билеты тоже ведь недешевые иногда бывают, да? Вот, и это, я считаю, очень удобный момент. Но после того, как вы подали, а подать можно, ну, вы знаете, в пять ВУЗов, больше пяти ВУЗов нельзя подавать, и в каждом ВУЗе можно выбрать только три специальности. И вот, когда у вас такой широкий выбор, вы подали туда-сюда, очень многие ВУЗы дают возможность электронной формы подачи, это сейчас уже повсеместно, и получается, что вам нужно выбрать в итоге. И вот такой день, когда нужно принять это решение, это 1 августа. Вот 1 августа вам действительно, это крайний срок, когда мы говорим об определении вот именно в этот ВУЗ, именно вот на эту специальность, ну, мы говорим, конечно, о бюджетных местах. Вот, здесь нужно что? Нужно написать еще одно заявление. Это заявление о согласии на зачисление. То есть, когда вы подали заявление, там вы указываете вот три специальности. Это означает, что вы участвуете в них в конкурсе. Вы смотрите списки, вот какое вы место занимаете, оцениваете свой шанс. Если вы не понимаете, вы звоните в приемную комиссию. Так, кстати, это тоже в интернете выкладывается, на сайте ситуация, да? Конечно, конечно, конечно. О количестве угоненных заявлений и так далее. Да, да. Вот. Ну, не нужно этих списков бояться, они всегда избыточные. Дело в том, что представьте себе, ну, вот каждый может подать на 15 специальностей. На 15 специальностей. И каждый числится в 15 списках. То есть, списки в 15 раз больше, чем реально человек, ну, вот будет, вы понимаете, да? То есть, в списке может быть тысяча, а там на самом деле будет, ну... Двести. Меньше сотни. Меньше сотни, может быть, да. Меньше сотни, то есть, там будет намного меньше. Вот. А списки эти пугают, особенно вот родителей пугают. Правильно, когда они смотрят. Да, они смотрят, и у них, как, вот столько людей. Ну, нужно понимать, что эти люди в другие вузы подают, на другие специальности. И вот нужно считать только тех, которые, во-первых, подали в этот вуз оригинал, и согласие подали. То есть, вот на эту специальность. У нас в списках это все обозначается. Обозначается, да? Да. И нужно считать вот таких вот, которые перед вами. Ну, потом посмотреть, сколько мест, и увидеть, так вы проходите. Ясно. И нечего волноваться, да, собственно. Ну, да, то есть... Небольшую паузу нам сейчас нужно сделать. Интересный разговор у нас с Романом Медовым, ответственным секретарем приемной комиссии Вятского госуниверситета. Говорим о приемной кампании, которая вот-вот уже стартует. И вернемся через полминуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Давайте продолжать нашу беседу. Хочу еще отдельно спросить про ребят. Я имею в виду молодых людей, которым уже 18 лет исполнилось. И вот они сейчас поступают. Как известно, у нас призывная кампания идет до 15 июля. Тут какие особенности есть? Здесь нужно всегда понимать, что для школьников, вот именно для выпускников, которым уже исполнилось 18 лет, есть официальная отсрочка до 1 октября. Она предоставляется всем, кто успешно прошел итоговую государственную аттестацию. Ну, то есть получил аттестат, сдал ЕГЭ. Она предоставляется именно для поступления в ВУЗы. И на этот период военкомат не имеет права забрать школьника, ну и не дать ему поступить в ВУЗ. То есть, если школьник успешно сдал ЕГЭ, то до 1 октября его не призовут. Не имеют права. Ну, если, конечно, он сам не захочет. А, значит, сам захочет. Да, то есть, если он сам захочет, там, соответственно, придет военкомат, скажет. Ну, скажет, я хочу время терять, забирайте меня, я хочу сразу уйти. Да, бывают и такие случаи. Бывает. Ну, и здесь я также бы хотел сказать, что у нас есть возможность довольно-таки быстрого ответа на любой вопрос в наших группах ВКонтакте, в наших сервисах на сайте обратной связи, ну и по электронной почте. Так что, если у кого-то еще вопросы, то можно хоть сейчас подключаться к нашей группе ВКонтакте, задавать. У нас постоянно люди сидят для ответов, мгновенный ответ. Итак, еще раз напомним, полторы тысячи в этом году бюджетных мест. Да, полторы тысячи, это только очные формы, по количеству специалитет. Вот это только это. Потому что, на самом деле, бюджетных мест их больше двух тысяч. Есть ли какие-то изменения по специальностям конкретным, набор? Что-то новое может быть. Где-то расширяете, возможно, набор, где-то сужается на бюджетные места. Увеличился набор на педагогическое направление специальности. Вот область действительно испытывает дефицит специалистов. И этот дефицит, он с каждым годом будет увеличиваться. Так как будут выходить на пенсию вот те учителя, которые сейчас предпенсионного возраста, а их много. Их очень много, да. И поэтому мы вот уже с каждым годом будем наращивать. Ну, то есть, вот если в прошлом году было 150 мест, в этом году 200, в следующем 250. То есть, вот у нас есть такая тенденция, что мы именно учителей будем стремиться как можно больше набирать и выпускать. Все учителя? Какие специальности это учительские? Учительские, математика, физика, географы, биологи, историки, физкультура. Основные специальности уже все-таки, да? Ну, естественно, что есть целое исследование, сколько, каких нужно. И мы... Так, по-моему, ваш же университет это исследование проводил, насколько я помню. Да, да. Вот эти вот цифры насчет предпенсионного возраста педагогов, это все что-то... А насколько конкретно, Владимир Владимирович, расширяется набор на педспециальности? Ну, вот если в прошлом году было 150, я уже сказал, да? В этом году 200, в следующем мы уже 250 будем. То есть, вот настолько и расширяется. Ну, что получается, на четверть, да, прирост? Ну, тут надо уже считать несколько на четверть, да. Ну, пока еще трудно делать оценки. И вообще будет ли востребовано это педагогическое направление? Будет, будет. На чем вы основываетесь? У нас же всегда есть такое понятие, как конкурс, да? И в прошлом году конкурс на педагогические социальности был очень хороший. А не помните какой? Сколько человек на место? Ну, это, естественно, все можно посмотреть, так как у меня есть с собой вся информация. Давайте посмотрим. Абсолютно вся информация, да? И все зависит, естественно, от того, какой это учитель, да? Наибольший, как правило, конкурс бывает на учителе иностранного языка. То есть там, ну вот, я вот смотрю, допустим, 16,8 человек на место. 17 практически, да? Да, 17 человек на место, да. Понятно, что, скажем, на каких-то других, это будут конкурсы, что там и 5, и 6 человек на место, где-то, может быть, и 3. Но это все зависит от профиля. Ну, иностранный язык понятно. Это люди как бы получают, с одной стороны, профессию учителя, а с другой стороны, просто как бы заканчивают... Так, а можно поинтересоваться о родной для меня исторической специальности? Исторической, да, конечно же, можно. Каков был конкурс в прошлом году? 7,6 человек. 7,6, ну, тоже довольно. А ты когда поступал, какой был? 99-й, я поступал, год. А конкурс какой был? По-моему, порядка 3-4 человек на место, если я не ошибаюсь. Вот видишь, как меняется картина. Но это ведь, наверное, те, кто подали заявление, да? Ну, конечно же, конкурс — это количество заявлений на место. И из этих заявлений, как мы уже говорили, часть людей просто... Да, часть людей... Ну, мы знаем, что, что касается тех же педагогических специальностей, знаем, что правительство региона сейчас разрабатывает какие-то у нас меры того, чтобы человек отучился и никуда-нибудь ушел в другую специальность. А именно учителем, именно педагогом пошел работать, да? Да, особенно это касается сельской местности. Вот там действительно это большая проблема. И будут специальные стипендии, будут специальные договоры, которые будут как бы регламентировать, сколько человек должен лет там после этого отработать, какие условия. Это уже в этом году будет вводиться? Ну, по крайней мере, сейчас мы уже такие договоры заключаем. И в прошлом году, это целевой прием называется. И в прошлом году он был, и в этом году он есть. А с 1 сентября еще дополнительно будут, вот, для тех студентов, которые учатся, еще будут дополнительно такие договоры заключаться. Ну, это по желанию. Да, что касается очной формы обучения и уже на платной основе. Здесь любые специальности тоже присутствуют. Ну, конечно. Сплатно можно поступить, да? Конечно, конечно. Это при условии того, если ты не добираешь по своим баллам до бюджетного. Да, ну, мы стремимся, как бы, безусловно, чтобы у нас балл был довольно-таки достойный. И вот для тех, у кого средний балл, вот, ЕГЭ, получается 65 и выше, по сути, я гарантирую вот это поступление, по крайней мере, на платное точное. Ну, а бюджет — это конкурс, это предвидеть сложно. Бюджет — это, естественно, каждый год этот проходной балл меняется в зависимости от конкурсной ситуации, да? Ну, вот, если говорить про платное, то однозначно, что все, у кого средний балл 65 и выше, мы на платное возьмем. — Что касается, вообще, собственно, платы сейчас, я просто давно не интересовался, каков размер платы и как она формируется вообще за обучение выше? — В зависимости от специальностей. Ну, вот, есть ряд специальностей гуманитарных, юридических, там, экономических. Это стоимость обучения в районе 92 тысяч рублей в год. Вот, на технических чуть повыше, около 105. Вот, есть специальности, ну, типа, там, дизайна. Ну, там очень большая оплата, там 158, но здесь нужно понимать, что вот мы сами не можем установить размер вот этой оплаты ниже определенных нормативов, которые определяет Министерство образования и науки Российской Федерации. — А вот эта дифференциация по различным специальностям, она тоже там же определяется, да? — Да, она заложена уже. Там есть три группы специальностей, вот у нас есть три вида цен. Мы не повышаем выше вот этого норматива, мы строго по нему идем, вот, но ниже мы не можем. — Ниже не имеете права. — Да, ниже не имеем права. Это связано с тем, что есть такой приказ министерский, где стоимость обучения не может быть ниже норматива финансирования бюджетных мест. То есть, вот столько выделяется на одно бюджетное место, столько же не меньше. — То есть, это происходит не потому, что вы так дизайнеров не любите, да, а просто потому, что министерство сказало, что они должны... — Цифра, озвученная вами, это, собственно, сопоставима и со стоимостью бюджетного места, да, в принципе? — Так это точно такое же финансирование будет выделяться на это бюджетное место из федеральных денег, вот. Ну и, соответственно, такую же вот плату будет платить человек, который сам будет за себя оплачивать стоимость. — Ну мы знаем, что ВетГУ традиционно пользуется интересом и у выпускников и абитуриентов из других регионов, да? — Да, безусловно, примерно пятая часть всех заявлений от других регионов идет. 80% прямо заявлений из Кировской области, 20% это заявления, ну, больше это, конечно же, северные регионы. — То есть, Коми, видимо. — То есть, Республика Коми, ну, а также там Архангельская, Кострома, ну, Исперь, Ижевск, ну, Ижевск, точнее, Удмуртия, можно так сказать. С юга меньше, конечно же, вот. Это такая вот... — Ну, то есть, они тоже стараются на юг. — Ну, а, кстати, я помню, у нас были передачи, когда приходили ребята-студенты из ближнего зарубежья, в том числе, учатся, да? — Да, безусловно. — Студент из Риги у нас был, но это международная программа, все-таки, да? — Ну, конечно, у нас есть студенты из разных стран, вот. Безусловно, где-то порядка 30-ти чем-то стран представлены в нашем ВУЗе, вот. Ну, конечно же, объемы иностранцев у нас не такие, как в центральных ВУЗах. Это имеет объективные причины, чтобы попасть к Кирову, все равно необходимо сначала приведеть, скажем, в Москву, там, или в Санкт-Петербург, или в Казань. У нас нет, к сожалению, международного аэропарта. Вот, и отсюда, ну, понятно, что им не так удобно добираться, но, тем не менее, даже несмотря на все вот эти вот неудобства, и на наш северный холодный климат, к нам едут, и вот в прошлом году больше ста человек иностранцев к нам приехали. В этом году мы тоже рассчитываем принять большое количество иностранцев. Звонки есть постоянно. — Мы регулярно видим этих студентов-иностранцев, потому что здесь на театральной площади находимся. Вот зимой, когда 20-25 мороза, и когда вот эти темнокожие ребята идут, как их жалко, господи, думаешь, ну, что же они тут забыли там в нашем городе? Как хоть учатся-то они, кстати? — Ну, я думаю, что у них так же, как и у нас с вами. Есть ребята, которые замечательно учатся, есть, которые средне учатся, есть, которые не очень хорошо учатся. Это не отличается по цвету кожи, это отличается по человеку, у каждого свои индивидуальные особенности. — Ясно. У нас середина часа, сейчас будет реклама, и мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Увеличивать. Надо уменьшать. Ну, или надо ставить на том уровне, который сейчас. Что у нас там народ читает? — Ну, давайте смотрю на наши страницы ВКонтакте. Что-то пока мне компьютер не хочет подчиняться моим кликам. Давайте немножко загружается. Ну, вот я заглядывал в начале часа, в начале нашей беседы, и там лидировал с небольшим отрывом вариант ответа «надо увеличивать». 40 с небольшим процентом. Но эта дискуссия, она продолжается на протяжении последних лет активно очень. Нужно ли иметь большое количество в стране людей с высшим образованием? Там же есть какие-то определенные ведь еще пропорции, по-моему, да, вот на международном уровне, когда столько-то вот людей должно этим обладать. — Ну, как ни говори про пропорции, я просто помню, смотрел статистику, где вот доля людей с высшим образованием, доля людей со средним, специальным, прочее, прочее. И когда сравнивают среднероссийскую с кировской, то у нас, конечно, еще надо пока увеличивать, насколько я понял. — Ну, я думаю, что здесь нужно все-таки смотреть по специальностям. Где-то нужно увеличивать, а где-то мы же будем уменьшать. — А, ну вот смотрите, да, на нашем сайте 46% за то, что нужно увеличивать. 46%, на втором месте 37% надо уменьшать. — Ну, не знаю, чем руководятся люди, которые считают, что… — Слишком много умных развелось. — Слишком много умных, да. Ну и вот контакт, да, 42% за то, что надо увеличивать количество людей с высшим образованием. Давайте перейдем сейчас к заочной форме обучения. Заочники, которые у нас уже, ну, ближе, традиционно, ближе к концу лета, да, они уже начинают? — Заочники идут все лето. — Все лето? — Все лето. Прямо с самого вот начала они вот и до… — 20 июня. — 20 июня и до 25 августа мы принимаем. — Здесь я бы хотел вот особенно отразить вот то, что в этом году прием будет строго до 25 августа, и после этого принимать не будем. — А раньше как было? — Раньше принимали еще сентябрь. — Учебный год начался, а вы еще все принимаете. — Да. Ну, просто он начинался тогда с 1 октября для заочников, вот, и в этом году он у всех с 1 сентября, вот, и поэтому не будет сентября. — То есть это связано с тем, что просто начинается учебный год у всех 1 сентября. — 1 сентября, так сверстаны учебные планы, расписание сессий, и поэтому вот это внутреннее решение. Но, тем не менее, нужно всем помнить, что нужно подать документы летом. В сентябре будет поздно. Вот это важный момент. И еще изменение произошло для заочной формы обучения по юриспруденции. Юриспруденция — это, наверное, одна из самых популярных специальностей, куда поступает заочная. Часто туда поступают как второе высшее, а часто как первое высшее. — По-моему, даже чаще всего как за вторым идут. — Ну, к сожалению, по нашей статистике это не так. — Не так, да? — Да. То есть если в прошлом году у нас было зачислено примерно 470 человек, только 70 из них — второе высшее. А 400 — это было первое высшее. — Юристы? — Юристы. — Почти полтысячи юристов. А на очном еще сколько? Плюсом? — На очном еще, наверное, порядка где-нибудь 50, может быть, сотни. Вот так вот. — Ну, не так много. — Вот. — Все равно полтысячи юристов каждый год. — Итак, изменение произошло следующее. С 1 сентября, по сути, запрещается прием на юриспруденцию заочной формы обучения как первое высшее образование. То есть всем, кто хотел бы получить это высшее образование, и у кого нет высшего образования, то есть последний, можно сказать, шанс — это подать этим летом. После этого человек уже не... — А, с 1 сентября будет запрещаться-то, да? — Да. — С 1 сентября вступает. — А, прием документов до 1 сентября. То есть в этом году еще можно... — Пояснимо, эта ситуация характерна не только для опорного вуза, это вообще в принципе, да? — Это для всей России. — Вообще в стране. — Вне зависимости от вуза. — Да, да, да. — Это мы рекламой сейчас занимаемся. — Некоторые вузы уже вообще отменили прием в этом году. То есть они решили вообще не принимать заочно юристов, тех, кто не имеет высшего образования. Ведь получается такая картина, что если человек, скажем, закончил какой-нибудь колледж по той же специальности права, да, и потом хочет продолжить обучение, скажем, в этой же своей специальности, но выше заочно, да, он не сможет, ему придется или очное, или вечернее. То есть очно-заочная форма. Вот это тоже очень важный момент. — То есть как бы получается, на самом деле, в этом году, в нашем опорном вузе, это получается последний шанс, да? — Это везде. — Везде во всей России. — Я просто говорю про Киров в данном случае, да. — А с чем это связано? — Это связано с принятием приказа Министерства образования в утверждении нового стандарта по специальности юриспруденция. И вот этот новый стандарт, он как раз запрещает, по сути, обучение на заочной форме, как первое высшее. Исключение вот сделано для тех, кто, ну вот, уже поступил. Вот, а дальше уже все. После этого уже мы не сможем. — Ну, возможно, тем самым государство преследует целью улучшения, да, качества? — Возможно. — Образованию юристов. Просто у нас не так давно мероприятие проходило в нашем городе с участием Ассоциации молодых юристов России. К нам гости приезжали столичные, вот, приходили к нам в студию, и представитель Ассоциации юристов России говорил о том, что эту организацию сейчас очень серьезно заботит качество само профессионально, и у них хорошо наложены связи с Министерством образования. Видимо, вот, Министерство образования идет навстречу, и вполне возможно, что такое нашество именно с этим связано. — Ну, я думаю, в качестве образования заинтересованы все стороны, на самом деле. — Конечно, конечно. — Чем оно выше, тем лучше, по-любому. — А ту же, кстати, педагогическую специальность? Можно ведь заочно получать сейчас, да? — Да, все остальные можно заочно. — То есть это касается только юристов? — Только юристов. — Есть, конечно, ограничения, но они и раньше были, на ряд специальностей, которые, в принципе, не обучают заочно, не имея высшее или, там, первое высшее. Есть ряд специальностей, по которым никогда не было, в принципе, заочного обучения. — Это какие, например? — Ну, вот, например, такие, как информационная безопасность. — Заочно не обучали никогда, да? — Нет. А там в стандарте записано, что обучение только по очной форме. — То есть есть вот такие ряд специальностей, по которым, ну, просто прямо в стандарте изначально, вот, давно уже было написано, что только можно учить по очной форме. Заочная форма вообще насколько востребована? И что за люди учатся? Вы уже говорили, конкурс такой же, да? Я думаю, нет, что конкурс там как раз возможно и поменьше, но дело вот в чем, что в заочной форме это практически большая часть всех поступающих это поступающие на места с оплатой стоимости обучения. Заочники это все-таки люди работающие. Стоимость обучения на заочной форме она существенно ниже. Порядка 30 тысяч рублей в год. Ну и для работающего человека 3 тысячи в месяц это не такие большие деньги. То есть это практически большинство людей могут себе позволить. Бюджетных мест там, конечно, крайне мало. То есть существенно мало. А принцип попадания на бюджетное место от чего зависит? Такое же точно. Тоже вступительное испытание, которое каждое оценивается в стобальной шкале. Кто больше в сумме наберет, тот поступает на бюджетное место. Но тут уже без ЕГЭ, надо понимать. Можно и по ЕГЭ. Можно и без ЕГЭ. Вообще ЕГЭ определяется ведь не формой обучения. ЕГЭ определяется уровнем образования человека. Если человек окончил только школу, то он поступает по ЕГЭ. Только по ЕГЭ. А если человек поступает после техникума, колледжа, лицея какого-то, или как второе высшее образование, он сдает уже вступительные испытания в ВУЗе. То есть который ВУЗ сам проводит в той форме, которая в ВУЗу удобнее. У нас они проводятся эти вступительные испытания в форме тестирования. То есть в форме тоже похожей на ЕГЭ, скажем так, да? Похожей на ЕГЭ. Ну вот я сейчас просто на себя применяю. Я никогда с ЕГЭ дела не имел. Решу я сейчас получать второе высшее, и что мне предложить? Мы вам предложим сдавать у нас. Да, тестирование непосредственно проходить. Но если вы очень захотите, вы сможете сдать ЕГЭ. Каждый гражданин России имеет право раз в год, каждый год, сдавать ЕГЭ бесплатно. У вас такое право тоже есть. Вы можете записаться. Николай, предлагаю попытать часть узнать, способны ли мы пройти это испытание. Хорошо, вообще какие специальности заочные пользуются наибольшим спросом? Ну, как я уже сказал, это и эриспруденция, это и экономические, и технические специальности. В общем, как это в последние годы, по-моему, стандартно сохраняется? Энергетика, строительство, информационные технологии, экономические, экономика, менеджмент, управление персоналом, государство, муниципальное управление, эриспруденции. Это, видимо, жизненная ситуация, когда человеку говорят, вот если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, тебе, соответственно, нужно вот такое образование. Нужно понимать, что заочники, как правило, подают в один вуз на одну специальность. А, ну, четко уже, да. Да, потому что они знают, что им надо. Ну, они, во-первых, здесь живут, они здесь работают, они уже в другой город не поедут. Не обязательно. Заочники как раз часто бывают. Опять же, работодатель может сказать, слушай, поступай здесь, да? Возможно, да. Зачем тебе далеко-то ездить? Дистанционное обучение. Да, дистанционное обучение, это тоже заочная форма, но с применением дистанционных образовательных технологий. Она сейчас очень бурно развивается. Мы принимаем и на заочную классическую форму, когда нужно два раза в год приезжать на сессии, и на дистанционную форму, когда нет такой необходимости, и когда обучение, все ведется, по сути, ну, вот круглый год, оно ведется с помощью интернета, с помощью различных технологий. Это и там видеолекции, это различные материалы, которые созданы в виде там, ну, каких-то презентаций, текстовые материалы, графические материалы. Это различные виды самоконтроля, то есть самотестирования, да. Это общение онлайн с преподавателем, вот и так далее. — Давайте еще о магистратуре поговорим. — Да, магистратура — это тоже условие, да, попадание, в общем-то. — Очень-очень хорошая форма обучения. Дело в том, что... — Много взрослых людей, да, ведь, когда мы выступаем, да. — Магистратурные получают чаще всего. — Можно поступить бесплатно, имея высшее образование. Ну, то есть вот у нас с вами есть высшее образование, то, что раньше называлось, ну, специалитет, да. То есть у каждого есть какая-то специальность. И вот те, кто получил вот давно, они имеют право сейчас поступить на бюджетное место в магистратуру. То есть учиться бесплатно, если на очную форму будете поступать, даже стипендию будете получать. Естественно, у нас есть тоже большое количество мест. То есть у нас есть больше 500 мест на очной форме, 70 мест на вечерней форме, на заочной форме тоже есть бюджетные места. О них можно узнать на нашем сайте. Естественно, что многие спрашивают, а вот я закончил там экономику, а хочу на юриспруденцию. Можно. 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 Неважно, вот какое было образование, первое, высшее, магистратуру можно сменить профиль. Но нужно понимать, что тогда нужно самостоятельно подготовиться к вступительному испытанию по специальности. А там испытание какое? То же тестирование или собеседование какое-то? То есть на юриспруденцию оно какое? Оно по основам права. То есть там все вопросы из гражданского, уголовного права. То есть как бы мы подразумеваем, что человек как бы самостоятельно изучил вот эти вопросы, которые изучаются на уровне бакалавриата по юриспруденции и поступает в магистратуру. То есть это можно. Если он сдал это вступительное испытание и прошел по конкурсу, это его право. То есть неважно, как он учился по этой специальности или он сам подготовился. Но если человек хочет в магистратуру поступать по юриспруденции, то, наверное, он не просто так же... Конечно. Основой есть. А если брать какие-то специальности, которые к естественным больше относятся, магистратуры, что это может быть? Или технически? По любой специальности, практически по любой специальности у нас есть продолжение в виде магистратуры. Редко исключение специальности, когда у нас бакалавриат есть, а магистратуры нет. По большинству, еще раз я говорю, у нас есть и бакалавриат, и магистратура. То есть вы можете и туда поступать, и сюда, но только, скажем, если вы поступаете на бакалавриат, это у вас как второе высшее будет, оно только за деньги. А если мы говорим о магистратуре, то это может быть даже бюджетное место, несмотря на то, что у вас есть уже высшее образование. Вот это нужно четко понимать. — Мы знаем, что вас требована магистратура у людей, а много таких, кто все-таки получает ребят студенты в бакалавриат, и потом сразу же в магистратуру. — Конечно, конечно. Большинство, по крайней мере, это пытается сделать. Не все готовы учиться за деньги, то есть бюджетных мест, понятно, меньше, чем выпускников, и там конкурс тоже. — Естественно, что те, кто на бюджет попадает, они с радостью учатся, но те, кто не попадает, думают, у кого находятся деньги, поступают на места с оплатой стоимости. — Ну что, у нас буквально несколько секунд остается до завершения нашей беседы с Романом Медовым, ответственным секретарем приемной комиссии Вятского госуниверситета. На самом деле в нашем голосовании ничего не изменилось, надо увеличивать. Это лидирующий результат в голосовании. — Будем увеличивать дальше, да? — Будем увеличивать дальше, да. — Спасибо, Роман Владимирович, всего доброго. До свидания. — До свидания. — До свидания. — До свидания.